Друзья, наверняка вы знаете, в России ежегодно пропадает около, не знаю, что такие цифры, около 200 тысяч домашних питомцев. Домой удается вернуть, к сожалению, лишь две трети потеряшек, но, возможно, скоро возвращаться будут все, благодаря нейросетям. Какую новинку придумали наши разработчики, узнаем прямо сейчас у Макса Ефимцева. Время техно Максим наконец принес что-то полезное. Почему он наконец-то принес что-то полезное? Массажер тоже ничего был. Подтверждаю, очень даже полезно. Прекрасно, но после него вернуться домой... Он имеет в виду, наверное, не только развлекательные штуки, искусственные интеллекты, а еще и для полезных. Что-то, что точно во благо. Мы с Максом собачники знаем. Да, наши, как всегда, придумали что-то супертехнологичное, интересное. Предлагаю рассказать, ну а потом обсудить. Давай. Недавно в подмосковных Химках нашли похищенную собаку, за поисками которой в социальных сетях следили тысячи неравнодушных. Пес ждал хозяев в супермаркете, но не дождался. К нему подошел вор, быстро отвязал поводок и просто ушел вместе с питомцем. К поискам животного подключились активисты и полиция, собирая информацию по крупицам. Хозяин собаки даже создал интернет-чата, куда вступило более 4 тысяч человек. Благодаря камерам городского видеонаблюдения удалось понять маршрут похитителя. Он пошел в сторону станции московского центрального диаметра Левобережная. Причем в тот момент собаку ввели уже двое человек. Мужчины в кепке, в очках и с породистой собакой видели и пассажиры электрички. Похититель запомнился им нетрезвым и вызывающим поведением. В итоге собаку нашли на одном из дачных участков и произошло долгожданное воссоединение. Получается, камеры могут ощутимо упростить поиск потерявшихся животных. Раньше было сложнее искать животных без камер, потому что мы не понимали, убежало животное или его все-таки похитили. Камеры, конечно же, облегчают поиск животных. Мы можем по камерам отследить путь ее передвижения. Конечно, хотелось бы, чтобы такая сеть появилась, чтобы нам помогало отслеживать животное. Но, к сожалению, будет ли оно распознавать маски животное? Потому что, когда животное теряется, оно меняет немножко маску. Оно то грязное, то начинает сидеть. Сомнений в эффективности поиска животных с помощью камер практически нет. Но будет ли это применяться где-то в ближайшее время? Возможно. Столичные разработчики разрабатывают сервис на базе искусственного интеллекта для поиска потерявшихся домашних животных. Уже сейчас готова первая версия системы распознавания кошек и собак. Ее будут испытывать в нескольких регионах России. Компания планирует начать с бесплатного сервиса на базе бота в мессенджере, а также в виде мобильного приложения и веб-сайта. Люди будут загружать в систему фотографии своих питомцев, а нейросеть искать совпадения в базе данных. У сервиса достаточно высокая точность, если есть снимок хорошего качества и морда животного крупным планом. На самом деле процесс обучения нейросети, работы с животными, он имеет свою специфику, потому что, если можно так выразиться, в отличие от людей, животные могут очень сильно отличаться друг от друга. С момента пилотного внедрения сеть будет работать уже на полный свой функционал, то есть искать тех животных, которые потерялись, и возвращать их владельцу. Потерявшиеся домашние животные – это животрепещущая тема. И я, как владелец собаки, это полностью подтверждаю. Однажды помогал искать собаку и первым делом рассылал объявления по тематическим группам в социальных сетях, и это помогло. А ведь раньше и таких методов не было, люди просто ходили и искали. Хорошо, что сейчас можно воспользоваться дополнительными гаджетами, которые при потере животного помогут его найти. Например, GPS-ошейники или специальные Bluetooth-маячки. В таком случае вы сможете у себя в смартфоне в режиме реального времени отслеживать перемещение животного. Я приобрела ошейник, потому что однажды моя собака потерялась. Когда я ездила на дачу и отдыхала, он ускочил в какую-то дырку, и я не могла его найти. Ну, примерно час-полтора, но это казалось вечностью. Я очень переживала, что его никогда не найду. И после этого я задумалась над тем, чтобы приобрести такой ошейник, с помощью которого я смогу отслеживать его местоположение. И теперь я со спокойной душой отдыхаю на даче с друзьями, и моя собака тоже отдыхает, бегает, играет и резвится. Ему не нужно сидеть возле меня все время. В любом случае радует, что технологии проникают во все сферы нашей жизни и помогают во многом. Достаточно быстро мы перешли от расклейки объявлений по столбам к поиску с помощью нейросетей и камер. Конечно, не стоит принижать труд волонтеров из организации, они молодцы и до сих пор делают важное дело. Но я все же хочу верить, что в скором времени животные перестанут теряться вовсе. А если такой инцидент и случится, то поиск не займет много времени. Да, согласна. Не хотелось бы, чтобы собак воровали просто вот так вот нагло. И мы понимаем, что это сплошь и рядом. Но помогает. Очень круто, очень круто, что современные технологии, новые теперь вот и в поиске домашних питомцев. Это прямо классно. Я, кстати, вот еще сторонник чипирования собак. У меня чипирована собака, но ты знаешь, это же, если ты, допустим, найдешь собаку, ее же нужно отнести в ветклинику, там просканировать. И вся информация есть. Но вот волонтер нашел твою собаку, например, и помог. Благодаря гаджетам в том числе. Спасибо тебе большое, Макс. Прекрасные новости принесли. Продолжим. Продолжение следует.